друзья всем здравия сегодня хотел бы поделиться таким небольшим опытом про промывку двигателя внутреннюю промывку двигателя масляной системы различными там всякими промывками 50 минут на 20 значит смотрите промывать со старым фильтром очень опасно почему сейчас небольшой такой примерчик объясню значит вчера я промывал своих свой автомобиль объемом 4 литра вот посмотрите вот этот фильтр фильтр кстати одинаковой фирмы это фирма links значит на этом фильтре посмотрите внимательно я проехал 5000 километров на масле двигатель у меня очень загаженный сильно от высоких температур и от офигительного импортного масла в кавычках купил я для промывки новый фильтр такой же фирмы посмотрите что за 25 минут на оборотах с ним произошло брал я промывку это не реклама валера раскоксал по моему в импи авто сейчас секунду вот такую вот я брал раскоксал очка цена до пяти литров объема масла но у меня 5 ну около 6 литров объема масла двигателя такой пузыречки я брал залил значит двигатель поработал на нем на 25 минут пусть 30 минут так как недостаточно было объем раскоксовки вот посмотрите что за полчаса произошло с фильтром его сжало повторяюсь фильтра одинаковые маркировки одинаковой фирмы одинаковой маркировки на этом проехал 5000 километров и он практически не сжат тут есть мы это это я раздвигал уже руками смотрел там внутри сажу все такое сейчас секунду попробую свет включить тут практически вкрапление не видать есть есть где-то что-то чуть-чуть на вкладках на вот видать немножко это под повторяюсь за пять тысяч километров а вот этот фильтр за полчаса и там куча шлама он его видно мелкий валера его растворил вот что произошло с ним представьте если вы будете на старом фильтр на старом фильтре промывать двигатель он старый сразу же забьется шламом и весь шлам пойдет через клапан байпас здесь у меня его нету на ваших большинстве автомобилей здесь стоит клапан байпас на стоит он в двигателе и у вас вся вот эта вот грязь все вот эти крупицы пойдут через двигатель через всю масляную систему и задерут у вас всю трущую все трущиеся пары это насос это забьет сетки клапанов и vti будут задиры у вас на постелях распредвалов будут задиры у вас на вкладышах ну короче думаю вам понятно вот когда значит когда вы промываете двигатель любой любая промывка не обязательно там валера там еще там какие-то их там миллиарды триллиарды всяких всегда ставьте берите самый дешевый фильтр новый обязательно самый дешевый либо у вас вся фигня это пойдет масляную систему и по задерет у вас все что можно кстати я снимал клапану vti сетка у меня стоит прямо на клапане он он идеально чистенький был я думал что возможно байпас мой открылся и погнал всю эту вот чачу по масляной системе нет оказывается он не погнал но если бы со старым фильтром это было это сто процентов это сажа да вот эти крупицы пошли по масляной системе вот как бы вот такое небольшое видео думаю это будет полезно всем сейчас у всех практически есть автомобили все страдают масложором загрязненными двигателями потому что еще раз повторюсь используют импортные западные масла они же у нас офигительные но америка и европа у нас пока расы как вот так короче следующее видео будет расскажу от чего задир в цилиндрах ну и как их избежать как сохранить более долговременно двигатель поэтому немножко пройдемся по двигателям это будет всем очень даже полезно он друзья всем спасибо всем пока если была информация каким-то образом полезно полезным пишите комментарии жмите варежку вверх ну и все такое как обычно говорят блогеры всем пока всем адекватности ума и всего самого наилучшего